Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 8 класс, автора Мерзляк, Полонский и Кир, под номером 103. Нас просят представить в виде дроби выражение. Итак, под номер 1 у нас с вами сумма двух рациональных дробей с разными знаменателями. Первое, что мы сделаем, мы приведем эти дроби к общему знаменателю. Обратите внимание на знаменатели А-Б и В. Б на множители не раскладываются, и они различны. Поэтому общий знаменатель будет их произведение. Б умножить на А-Б. Теперь ищем дополнительные множители. Чтобы знаменателю первой дроби стать таким, как общий, ему не хватает в знаменателе множителя В. Второму знаменателю, чтобы стать таким, как общий, не хватает множителя. Выражение в скобках А-Б. И тогда числитель первой дроби будет А умножить на А-Б. А умножаем на А, это А в квадрате. А умножаем на минус Б, минус А-Б. Теперь у нас с вами сумма рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Это получится дробь. Знаменатель тот же самый. В умножаем на А-Б. А в числителе, к числителю первой дроби, прибавим числитель второй дроби А-Б. Прибавим числитель второй дроби А-Квадрат минус А-Б. Упростим. А-Б и минус А-Б взаимно уничтожаются. И тогда в числителе остается А в квадрате, а знаменатель В умножить на А-Б. Можно раскрыть скобки в знаменателе, можно не раскрывать. Мы представили с вами в виде дроби первое выражение. Под номером 2. Второе выражение. У нас разность дробей рациональных с разными знаменателями. Знаменатели на множители не раскладываются и различны. Значит, общий знаменатель будет их произведение. Итак, общий знаменатель наших дробей будет х умножить на х плюс 2. И второй знаменатель будет такой же. х умножить на х плюс 2. Теперь записываем дополнительные множители. Чтобы первый знаменатель стал таким, как общий, ему не хватает множителя х плюс 2. А второму знаменателю не хватает множителя х. И тогда числитель первой дроби будет 4 умножаем на х плюс 2. 4 умножаем на х. 4х. 4 умножаем на 2 плюс 8. Числитель второй дроби. 5х плюс 4 умножаем на х. х умножаем на 5х. Будет 5х в квадрате. х умножаем на х умножаем на х. Х умножаем на 4 плюс 4х. Теперь мы можем вычитать с вами рациональные дроби с одинаковыми знаменателями. Вспоминаем правило. Знаменатель дроби будет тот же. х умножаем на х плюс 2. А в числителе от числителя первой дроби 4х плюс 8 мы вычтем весь числитель второй дроби. Раз мы должны вычесть весь числитель, то мы записываем его в скобках. 5х в квадрате плюс 4х. Переписываем знаменатель. х умножить на х плюс 2. В числителе раскрываем скобки. 4х плюс 8 переписываем. Как мы открываем скобки, перед которыми стоит знак минус? Мы этот минус не пишем, скобки не пишем. Знаки, которые были в скобках, меняем на противоположные. В скобках у нас были только знаки плюсы, поэтому меняем на минусы. Будет минус 5х в квадрате и минус 4х. 4х и минус 4х в числителе взаимно уничтожатся. И тогда числитель дроби будет 8 минус 5х в квадрат. На множители разложить нельзя, поэтому такой и останется. А знаменатель переписываем х умножить на х плюс 2. Все, мы с вами представили в виде дроби второе выражение. Перепишем условие под номером 3. У нас разность с вами рациональных дробей с разными знаменателями. Знаменатели на множители не раскладываются, и они различны. Значит, общий знаменатель будет их произведение. b минус 2 умножаем на b плюс 2. Это и будет общий знаменатель. Знаменатель и первой дроби, и второй. Теперь ищем дополнительные множители. Чтобы знаменатель первой дроби был таким, как общий, ему не хватает множителя b плюс 2. А второй дроби b минус 2. И тогда числитель первой дроби будет b умножить на b плюс 2. В числителе второй дроби будет 2 умножить на b минус 2. Ну и теперь, согласно правилу, разность двух дробей с одинаковыми знаменателями. Это будет дробь с тем же знаменателем. Переписываем его. b минус 2 умножить на b плюс 2. И раскрываем скобки в числителе. b умножаем на b плюс 2. Будет b квадрат плюс 2b. А теперь, внимательно, мы будем минус 2 умножать на b минус 2. Это такой прием, чтобы нам не потерять знаки. И теперь минус 2 умножаем на b будет минус 2b. Минус 2 умножаем на минус 2. Будет плюс 4. Переписываем знаменатель и упрощаем числитель. Знаменатель можно теперь свернуть. b минус 2 умножить на b плюс 2. Это формула произведения разности двух выражений и их же суммы и равно разности квадратов этих выражений. b квадрат минус 2 в квадрате 4. В числителе дроби 2b и минус 2b взаимно уничтожатся. Останется b квадрат плюс 4. Формулы суммы квадратов не существуют, поэтому числитель на множители разложить нельзя. Поэтому мы в таком виде и оставим нашу дробь. b квадрат плюс 4 деленное на b квадрат минус 4. Все. Мы выполнили с вами задание. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.